Усилить нормандский формат. Такие предложения звучали неоднократно, но с приходом к власти в США Джо Байдена ставки на его посредничество растут. Как сказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью The New York Times, Байден знает Украину лучше, чем его предшественник. И сам он заявлял, что у его команды есть стратегическое видение безопасности в Европе. Что о перспективе присоединения к переговорам Байдена, думают эксперты, узнавал Валерий Бакус. Новоизбранный президент США Джо Байден мог бы усилить переговоры в нормандском формате по урегулированию конфликта на Донбассе. По мнению Владимира Зеленского, Украина без инвестиций и политической поддержки США может не справиться с восстановлением Донбасса. Нам нужна реинтеграция Донбасса. Чтобы реинтегрировать Донбасс, нужны сильные компании, сильные технологии, безопасность и деньги. И здесь, я считаю, мы не справимся сами. И мы видим свободную экономическую зону на территории Донбасса. Чтобы там были определенные преференции для того, чтобы зашел бизнес. И здесь ключевую роль могли бы сыграть Соединенные Штаты Америки. Ну и мы понимаем, что Соединенные Штаты Америки сегодня гарант безопасности в мире, серьезный стратегический игрок. Поэтому такие шаги могли бы ускорить исход войны на Донбассе и начало большого строительства, большой реинтеграции Донбасса. В том, что США усилят позицию украинской стороны в нормандском формате, уверен и спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович. Поскольку сам Джо Байден и его окружение занимает довольно жесткую позицию по отношению к Кремлю. Дело в том, что Россия с администрацией Байдена попадает в очень непростую ситуацию. Там много ястребов, которые и Байден неоднократно рассказывал о том, чтобы санкции стали калечащими, а не просто сдерживающими. Я думаю, что Россия прежде всего уже сдерживала в том, чтобы наладить отношения к США, в том числе и по кейсу нормандского регулирования. Это усиливает, потому что Россия против США не тянет. Она может еще попытаться додаться в Транции, Германии где-то чуть-чуть. Штаты для России – это очень мощный аргумент. Нормандский формат требует усиления. И Джо Байден не единственный, кто мог бы дать новый толчок переговорам в вопросах мирного урегулирования ситуации на востоке Украины, уверен эксперт по международным вопросам Валерий Кравченко. Нам нужен какой-то третий, последний, очень сильный, а лучше третий, четвертый, намекающий на Великобританию, к странам, которые имеют отношение к Узапевскому меморандуму. Но США самая непосредственная в Великобритании присоединилась. Ну и, соответственно, я думаю, что вот такие лоббисты для Украины, если бы они зашли в нормандский формат, это был бы большой шаг вперед относительно поиска новых решений. Возможность привлечения США к переговорам в нормандском формате уже поднималась и ранее. Президент Дональд Трамп выражал готовность принять участие в процессе в том случае, если это будет необходимо участникам переговоров. Напомним, последняя встреча лидеров в нормандском формате состоялась в Париже 9 декабря прошлого года. Валерий Бакус, Телеканал Дом. Редактор субтитров А.Семкин